МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире вечерний выпуск новостей ОРНТВ. Здравствуйте. О самых главных событиях в городе-области расскажу я, Наталья Голикова и мои коллеги. И вот некоторые темы дня. Дорогостоящее снятие порчи обошлось Орской ведунь двухлетним тюремным сроком. Сегодня областной суд оставил приговор Орского суда без изменения. Не помогло деликатное положение осужденной. Грядущие изменения в детских садах не дают покоя оренбургцам. Родители малышей, выступающие против новой системы, сегодня встретились с начальником управления образования. Более тысячи медалистов и 88 стобальников. Сегодня Оренбург же чествует гордость нашу золотую молодежь. Грядущие изменения в работе детских садов не сходят с уст жителей города. Посмотреть, как в утренние часы работают группы в дошкольных учреждениях, начальник управления образования Оренбурга пригласила журналистов. К 7 утра у дверей 200 детского сада родителей и малышей встречала наша съемочная группа. А кроме того, на встрече с волнованной общественностью Нина Гордеева попыталась объяснить все спорные моменты. Что из этого вышло, смотрите далее в нашей программе, а пока к другим темам дня. Судебное разбирательство по делу адвоката Дениса Хузи Ахметова близится к завершению. Об этом сообщил его защитник Хусейн Гулиев. Сегодня на очередном заседании было заявлено, что суд переходит к прене. Было заявлено одно ходатайство. Хочу обратить внимание, что суд, не удаляясь в совещательную комнату, на месте рассмотрело ходатайство Хузи Ахметова. При этом абсолютно свое постановление о подказе в удовлетворении этого ходатайства не мотивировало. То есть была одна фраза – отказать в удовлетворении ходатайства. Никаких мотиваций, никаких норм закона, никаких ссылок на определенные нормы закона, чтобы подтверждало обоснованность судебного постановления, суде объявлено не было. По словам Хусейна Гулиева, дальнейшее развитие событий в суде стало полной неожиданностью. Всем участникам процесса было объявлено, что судебное следствие завершено. Доводы стороны защиты о том, что не все ходатайства рассмотрены, на решение суда не повлияли. Председательствующий судья в судебном заседании объявил об окончании судебного следствия по данному уголовному делу, несмотря на возражения со стороны Хузи Ахметова, несмотря на заявления Хузи Ахметова и стороны защиты, касаемо того, что у нас имеется еще ряд незаявленных ходатайств. Причем хочу обратить внимание, что эти ходатайства были подготовлены, они были при себе у Хузи Ахметова. Напомним, Денис Хузи Ахметов находится в СИЗО больше года. В 20-х числах марта прошлого года его обвинили в мошенничестве. По первому эпизоду Денис Хузи Ахметов якобы за 7,5 миллионов рублей должен был решить вопрос о прекращении уголовного преследования предпринимателя. По второму эпизоду адвокат за миллион рублей пообещал родителям распространителя наркотиков договориться о смягчении ему наказания в суде. Свою вину Хузи Ахметов отрицает и неоднократно просил суд изменить ему меру пресечения. Правда, пострадавшие считали, что даже под домашним арестом он сможет оказывать давление на свидетелей и потерпевших. Четыре года условно за смерть подчиненного военнослужащего. Сегодня 101-й гарнизонный суд вынес обвинительный приговор заместителю командира роты, в которой служил солдат-срочник, покончивший с собой. Трагедия случилась в апреле прошлого года в одной из воинских частей в 6 километрах от Затока Морозки. 20-летний боец родом из Челябинской области повесился. Изначально рассматривался версии самоубийства, однако родственники Дмитрия Монастыренко инициировали расследование. По приказу командира солдат длительное время не спал, изучал устав, стоя несколько часов подряд физический иссяк и в конечном счете допустил ошибку. Во время учебной тревоги, за что был прилюдно унижен перед сослуживцами. Эти психотравмирующие факторы могли спровоцировать трагедию. Такой версии придерживал следствие. Суд признал старшего лейтенанта Мавсисяна, замком рота, виновным в превышении должностных полномочий, повлекшихся тяжкие последствия и приговорил его к 4 годам условно. Кроме того, обязал воинскую часть, где служил погибший Дмитрий Монастыренко, выплатить его сестре 1 миллион рублей компенсации морального вреда. В Шарлыкском районе подросток утонул в пруду. Следственный комитет проводит проверку по факту гибели 15-летнего мальчика. Известно, что двое мальчишек ушли купаться на водоем без разрешения взрослых. Один из них не смог добраться до берега. Далее время криминальных новостей о преступлениях и наказания расскажем в рубрике «Ориентировка». Магия до тюрьмы довела. Сегодня областной суд рассмотрел апелляционную жалобу Орской ведуньи, приговоренной Ленинским районным судом по статье «Мошенничество к 2 годам колонии общего режима». С октября прошлого года по январе этого за снятие порчи знахарка запросила с землячки более полумиллиона рублей. Карма потерпевшая чистилась вместе с ее кошельком, установил суд первой инстанции. Приговор слишком суров для женщины в деликатном положении. Сослалась сторона защиты. Обращает внимание на то, что у нее нет детей, что это ее первая беременность в изоляторе, нет врача-гинеколога. Просит изменить приговор, применить часть третью статьи 68, снизить срок наказания, а также применить положение статьи 82, отсрочить ее наказание до достижения ребенком 14-летнего возраста. Вы поддерживаете доводы своей жалобы и жалобы адвоката? Да. Откручить срок наказания и киркалу дать его возможности и родить ребенка нормально. Судом первой инстанции в качестве обстоятельств смягчающих наказания обоснованно учтено. Беременность, активность способствует раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба в части, причиненного в результате преступления ущерба, полное признание вины раскаяния в соединенном нахождении и наиждивении больной матери. То есть все то, что в апелляционной жалобе просит признать защитник в качестве обстоятельств смягчающих наказания судом было учтено. Апелляционная инстанция, вероятно, прислушавшись к доводам гособвинения, в решении коллег первой инстанции не усомнилась. Приговор оставить без изменения. Апелляционная жалоба осужденной Васильевой и ее защитника адвоката Начинова без удовлетворения. У осужденной еще есть возможность обжаловать переговоры в Верховном суде России, но уже с сегодняшнего дня он вступил в силу. Женщина отправится из следственного изолятора в колонию общего режима. При хорошем поведении есть шанс освободиться условно-досрочно в половину назначенного срока, то есть всего год, и заняться воспитанием своего малолетнего ребенка. За хулиганство все-таки ответят. В канун празднования Дня России 10 июня десяток молодчиков в Зуральной роще разнесли 18 бетонных скамеек. Управление жилищно-коммунального хозяйства города оценивало ущерб в 25 с лишним тысяч рублей. Установить всех хулиганов помогли камеры видеонаблюдения системы «Безопасный город». Они и запечатлели то, как молодые люди курочат городскую собственность и снимают свои подвиги на гаджеты. Сегодня спесь с хулиганом спала. Без попутал алкоголь. Так многие объясняют свое поведение на допросе в полиции. Вы изувальны вообще со своими друзьями, да? В состоянии алкогольного пневмения? Да. Пошел с компания. Но это же противоправный день. Я бы один не пошел против девяти человек. Полицейские знают всех героев поименно. Чтобы установить всю компанию понадобилось менее двух недель. Личности всех правонарушителей были установлены. Пять из которых явились несовершеннолетними. Среди них оказались жители областного центра, Солилецкого и Абдулинского городских округов и поселка Южный Урал Оренбургский район. В настоящее время к правонарушителям принимаются меры административного характера по статье 20.1 Кодекса административных правонарушений России «Мелкое хулиганство». Решается вопрос о постановке несовершеннолетних на профилактический учет по месту жительства. Хулиганам грозит штраф от 500 до 1000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток. Городские власти, в свою очередь, обещали направить энергию юношей в созидательное русло. Обязательно привлечь в субботник, чтобы они свое мнение изменили. Лавочки в Зуральной роще уже восстановлены, а ребятам обещали найти другое занятие на время летних каникул. Жители Орска могут привлечь зооэкстремизм. Об этом сообщает портал «Урал-56». Мужчина, комментируя видео теракта в Санкт-Петербурге, назвал его цеховой постановкой, а жертв взрыва актерами и клоунами. Взрыв в Питерском метрополитене произошел 3 апреля в одном из вагонов. Погибли 14 человек, 49 пострадали. Один из них уроженец Оренбурга. Через некоторое время в интернете появились ролики, где некий Вильгельм Варкетин называл трагедию постановкой. Ролики получили общественный резонанс, особенно среди жителей Санкт-Петербурга. В частности, люди буквально негодовали. Цитата. Случилась беда, погибли люди, жители города поддерживали друг друга, помогали кто чем мог. Просто кощунство какое-то. Сейчас Центр по противодействию экстремизму изучает эти ролики и проводит проверку. Сам Вильгельм Варкетин, автор видеороликов, заявил, сообщает Урал56. Моя точка зрения является оценочным суждением к тому, что я увидел собственными глазами. Минимальная зарплата в России станет выше. Как еще изменится жизнь россиян с 1 июля? Во второй летний месяц вступит в силу ряд законов, которые коснутся практически всех. В 1 июля минимальный размер оплаты труда увеличится на 300 рублей и составит 7800. Эта величина применяется в основном для регулирования оплаты труда и расчета пособий. Платить меньше этой суммы работодатель не может. С 1 числа ужесточится наказание за нарушение закона о персональных данных. Максимальный штраф для граждан составит 5000 рублей, для должностных лиц – 20000, а для юридических лиц уже 75000 рублей. Кроме того, теперь возбуждать дело об административных правонарушениях в этой сфере будет не прокуратура, как сейчас, а Роскомнадзор. С 1 июля в обиход войдут электронные больничные. Лист о нетрудоспособности закрепляется квалифицированной электронной подписью медучреждения и пересылается не больному, а в организацию, где трудится человек. Однако пока право выбора, какой больничной выписать бумажные и электронные, остается за пациентом. Контролирующие органы в России с 1 июля прекратят проверки, предписанные нормативными актами советских времен. А это снизит нагрузку на бизнес, заявил в четверг в Хабаровске заместитель министра экономического развития Российской Федерации Савва Шипов. Как участвовали золотую молодежь области, расскажем во второй части программы. Далее реклама, не переключайтесь. И мы продолжаем рассказывать о событиях. Вот что увидите во второй части программы. Грядущие изменения в детских садах не дают покоя оренбургцам. Родители малышей, выступающие против новой системы, сегодня встретились с начальником управления образования. Более тысячи медалистов и 88 стобальников. Сегодня Оренбуржье чествует гордость нашу золотую молодежь. Почему нужно внимательнее подходить к выбору работодателя, что делать, если хочется выйти из сумрака и как найти потерянного друга. Подробнее в нашей постоянной рубрике. Новый режим работы детских садов уже почти неделю не дает покоя родителям малышей. Больше 5000 человек выступили против изменения системы дошкольного учреждения. Протестующие высказывают свои опасения. Сегодня они прозвучали на встрече с начальником управления образования. С Ниной Гордею встретилась и наша съемочная группа. Журналисты побывали в одном из детских садов города. Насколько востребованы утренние часы? Чего хотят мамочки, знает Надежда Русяева. В 200-м дошкольном учреждении ежедневно двери открыты с 7 утра. Но это время, как оказалось, слишком ранее, чтобы услышать детские голоса. В группах по одному два человека. Родители, желающих привести свое учадо к открытию, можно посчитать по пальцам. Бывает, что и 4, и 5 человек. Просто сейчас лето, отпуска. Дети приходят позже немножко. Ситуация изменилась ближе к 8. Воспитанников в это время было около 50. Всего этот детский сад посещает 325 детей. Сейчас пришло только человек 40-50. Это где-то процентов 20-25 на 8 часов. Основная масса детей приходит после 8 часов, где-то с 8 до 8-20. Грядущие изменения принесут в детские сады новый график работы. Вместо привычных 12 часов он сократится до 10 с половиной. Но для тех, кому необходимо приводить малыша до 8, а забирать уже после 6, создадут дежурные группы. Группа будет 12-часовая. И в этой группе будет воспитатель. И точно так же два воспитателя. Только они будут работать в этом плане дольше. Единственное, что может быть будет меняться, потому что рабочая неделя воспитателя должна быть 36 часов. На родителях и детях новая система никак не отразится, добавляет Нина Гордеева. Чего не скажешь о штате. В 138 садах города намечается серьезное сокращение воспитателей. Но точное количество людей, которые 1 сентября лишатся работы, не сообщается. К примеру, в этом саду из 22 останется 19 сотрудников. Здесь три ставки. Причем одна ставка – человек уходит на пенсию. Это еще в прошлом году она собиралась уйти на пенсию. Одна ставка – человек без образования. И одна ставка – вот мы были с вами в группе, где совсем маленькие дети. Здесь педагог, он переведется на ставку декретного отпуска. Если в каждом дошкольном учреждении потеряют место три человека, то по всему городу это число достигнет 400. Лишатся работы те, кто не имеет профобразований и квалификацию. Но уже сейчас родители забили тревогу, встали на защиту воспитателей и выражают беспокойство, как это отразится на их детях. Смысл этого закона? Приказ, закон, что это вообще? Мы не знаем. Смысл вот этих изменений, потому что в первый час и в следующие вечерние полтора часа детский сад свободен. Нам тоже сказали, не может так быть, что не будет сразу двух педагогов. Простите, как не может? Один на сессии, другой заболел. Педагог имеет право болеть? Имеет. У нас сейчас и до пяти воспитателей бывает, что... Подождите, но вы не знаете, в каком режиме работают воспитатели. У нас есть специалисты, которых мы можем кинуть на подвоху воспитателей. Да, они придут сидеть детей, но они придут посидеть, именно осуществить присмотр и уход. Они не специалисты реализовать грамотно ФГОС, потому что у них нет образования. Они специалисты в своей области. Собравшиеся также подняли вопросы и о том, что делать тем, кто сейчас получает специальное образование и мечтает устроиться в детский сад. Представители власти посоветовали ждать увольнения людей предпенсионного возраста. Но как бы городская администрация не отстаивала свою позицию, а люди не высказывали недовольства, только время все расставит по своим местам. Надежда Русяева, Никита Плотников, Петр Рукин, Орин ТВ. И сегодня те, кто в скором времени займет студенческую скамью, прощается со школой. В СКК Оренбуржья прошел губернаторский бал. Чествовали золотых медалистов, стабальников, призеров различных олимпиад и, конечно же, учителей. Для выпускников организаторы подготовили массу сюрпризов, в том числе выступления столичных звезд. Обо всем подробнее далее. В ряд таблички районов и городов традиционный губернаторский бал собрал медалистов со всех уголков нашей области. Валентина, Сергей и Вика преодолели более 200 километров и приехали на важное событие из города Гая. Ребята с улыбкой вспоминают школьные годы и свой путь к успеху. Были сложности свои, трудности, но и без каких-то там минуток радости, веселья не обходилось. Илье Гаврилову удалось добиться больших результатов в ЕГЭ. 100 баллов он получил сразу по двум предметам. В копилке также золотая медаль, которой парень особо не стремился, а просто старался хорошо учиться. Не ожидал вообще. Я думаю, учителям города за меня и мне приятно дарить им радость. Скажи, пожалуйста, что делать на сегодняшний день? Хорошего настроения, приятных впечатлений и хочу, чтобы этот день запомнился на долгое время. Для ребят было подготовлено много сюрпризов. Имя ведущего мероприятия долгое время держали в секрете. Визит столичной звезды стал полной неожиданностью для выпускников. Им стал шоумен-певец Тимур Родригес. Здравствуйте, друзья! Здравствуй, Оренбург! Как настроение? Все они сегодня сияют, как звезды, нарядные, красивые, по красной ковровой дорожке. Счастливые выпускники направляются в зал. Глава города Евгений Арапов тоже на торжестве и по-хорошему завидует нынешнему поколению. Конечно, у нас не было такого выпускного вечера, как делается сейчас. Не было столько внимания нашим выпускникам. Но вы знаете, я школу вспоминаю с глубоким уважением, с хорошим таким теплым чувством. А в зале тем временем началось грандиозное шоу. Своим выступлением порадовала ребят певица Юлиана Краулова. Отличники беззаботные, готовы веселиться. Стоит сказать, сюрпризы были не только для выпускников. Учительницу, которая подготовила сразу пять стубальников, получила сертификат на 500 тысяч рублей. Миллион на восстановление истории областной грант получили оренбургские архивисты на создание научно-популярной энциклопедии «Православные храмы Оренбуржья». Работа над проектом уже началась. В планах архивистов восстановить историю обо всех храмах Оренбургской области. Прежде всего, о тех, которые были разрушены большевиками, что особенно актуально в год столетия революции в России. Всю информацию с фотографиями и, если получится, 3D изображением разрушенных церквей поместят в книгу. Она по плану будет опубликована через год. Выделенного гранта в миллион рублей, по словам архивистов, должно хватить на сбор данных, командировки, ведь работа ведется по всей области и даже за ее пределами, и прочие расходы. Смета создания самой энциклопедии будет готова через неделю. На данный момент все архивы области поднимают хранилища и ищут любые сведения о 450 храмах, которые находились в пределах современной области. Чтобы устроиться на работу, нужно оформиться в негосударственном пенсионном фонде. Что за новшества и как добиться опиловки густых деревьев, которые закрывают дневной свет? Такие вопросы граждане задавали дежурному корреспонденту Екатерина Звежкова. Все выяснила. Ответы в нашей постоянной рубрике. Чтобы получить работу, нужно сменить пенсионный фонд. Такое условие потенциальным сотрудникам ставит компания «Газпромресурс», офис которой находится в Армаде. Об этом нам рассказали сразу два телезрителя. По словам оренбуржцев, их заинтересовали вакансии водителей в этой фирме. Придя в организацию, им пообещали зарплату в 30 тысяч рублей, что вполне устроило соискателей. Поэтому на обязательные условия оформить документы в одном из негосударственных пенсионных фондов они пошли не раздумывая. Однако оказалось, что соблюдение этого требования не гарантирует трудоустройство. Как нам сказал генеральный директор, ООО «Газпромресурс» занимается доставкой документов по городу и подбором персонала. Условия поменять пенсионный фонд не их прихоть, а условия компаний-партнеров, для которых они ищут работников. В пресс-службе «Газпромдобыча Оренбург» сказали, что «Газпромресурс» никакого отношения к ним не имеет и с ними не сотрудничает ни по каким делам. Так что будьте осторожны и внимательнее при поиске работы. Пустить свет в свой дом просит Валентина Петровна. 80-летняя жительница 23-го дома по улице Беляевской давно на инвалидности. Говорит, на протяжении пяти лет из дома практически не выходит, хоть и живет на первом этаже. Пожилая женщина страдает от того, что из-за разросшихся у дома деревьев в квартиру почти не попадает дневной свет. Допроситься ТСЖ «Дельта» спилить ветки пока не получается. В обслуживающей компании нам сказали, что 20 июня они отправили запрос в отдел по экологии администрации города, чтобы получить разрешение на опиловку в течение 30 дней. Они ждут ответа. Если не будет запрета, то часть веток деревьев, конечно, уберут. И в доме Валентины Петровны станет светлее. А вот в квартире Валентины Николаевны внезапно стало веселее. Она сегодня подобрала щенка, предположительно породой «Мраморный док» на остановке Октябрьский по улице Терешковой. Собака ухоженная, с ошейником. Очевидно, что пес домашний и потерялся. Добродушная оренбуженка щенка не оставила в беде, пока приютила у себя. Она кормила, ждет звонка хозяина. Ее номер телефона дадим обратившимся. Если и вам нужно помочь прояснить сложную ситуацию, готовы это сделать журналисту РЕН-ТВ, звоните по будням с 10 до 18 часов. И в конце выпуска информация для тех, кто в первой половине июля планирует лететь из Оренбурга в командировку или путешествие. В аэропорту с 6 по 14 число пройдут ремонтные работы на взлетно-посадочной полосе. Известно, что дорожники будут начинать работу с 8.40 и заканчивать в 4 часа дня. В этот промежуток времени будет приостановлено использование взлетно-посадочной полосы по назначению. Возможно, изменения в расписании дневных рейсов. Оренбужцам придется уточнять время вылетов. И на этом у нас все. Итог уходящего дня подведем в 23 часа. Напомните, вы можете смотреть нас на 21-м телевизионном канале, на сайте Орендей, в кабельных сетях ХРТелеком, Домру, видеохостинге Ютуб, на официальных страничках ВКонтакте и Фейсбук. Хорошего вечера и до встречи! Субтитры предоставил DimaTorzok Умеренный ночью 14-16 тепла, а завтра днем плюс 25, плюс 27 градусов.